Привет, друзья! И в этом видео я проживу 24 часа как коренной житель. Надо залезть под скамейку, говорят. И без электричества, интернета, телефонов, гаджетов, холодильников и всего такое. Они едят обычно прямо здесь на полу. И я буду делать то, что они делают каждый день для того, чтобы выживать. Самое важное – палец не отрезать. Я хочу попросить у них список дел, которые я буду выполнять в течение суток. И далеко ходить нам не нужно. Так живут наши соседи буквально в 50 метрах от нашего дома. Я Дима. Я живу уже 6 лет на Филиппинах. А моя жена Нави беременна нашим вторым ребенком. Для меня жизнь моих соседей уже привычная. Но большинство из вас она удивит. Более половины населения Филиппин живет именно в сельской местности, как наши соседи. И более третья из них живет без каких-либо привычных нам удобств. Филиппинцы в сельской местности держат домашних животных, например, кур, коров, коз. Каждое утро они встают на рассвете, чтобы их покормить. Этим мы и займемся. Все, пока дом, пока цивилизация. И поехали. Так, Бака почему-то уже здесь. Бака тут. Мы проснулись сегодня все в 5 утра. Итак, что будем первым делать? Нави мне поможешь немного перевести? Говорят, сначала будем делать завтрак. Уже в процессе. Мне нужно купить чук. А как? Надо курис покормить? Вы спросите мне, Лем, как обычно. Так, это для супчика, типа овощ. Им нравится эта идея, сегодня они отдохнут. Так, продолжим рум-тур. Типа 15-20 лет этому дому уже. А это туалет. Так, здесь они моются. Юрчик уже мылся тут не раз. Вот так просто из поливалки и так же можно постирать. Здесь прикольный вид на наш дом. Так, пока еда готовится, мы, говорят, нужно прибираться. Так, теперь время достать помело палкой. Мой первый помело. Так, теперь как его открыть? Мне здесь нужно будет искупаться тоже. Такое бодрое утро. Только начали работать, уже столько всего надо делать. И они еще не ели. Она не моется. Так, мы приготовили воду сразу на целый день. Так, кладем маски. На завтрак они едят тушеную рыбу. Пока-пока. 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 Все, Нави уходят. С Юрчиком оставляют меня здесь. Взяли рыбку тоже немножко. Пока-пока. 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 Дети уже, кстати, он душ принимает. Я тоже буду душ так принимать. Бака, ты тоже меня бросаешь? Ну ладно-ладно. Так, ну все, немножко подуспокоилась. А то как будто запару схватил. Как будто я в баре когда работал. Собаки все-таки решили со мной остаться. Да. Кто вас кормит? Сегодня не я вас кормлю. Рис у них был приготовлен уже. Дома лежал. Очень соленые. Прям супер соленые. Поэтому они едят обычно с чистым рисом. Они сильно солят еду обычно. Ну, например, когда они готовят яйцо. Они его сильно солят. Чтобы можно было побольше риса положить. И наесться. И зачастую они едят руками вообще. Что я немного даже удивился, что у них тут ложка есть. Рыба на вкус прям, ну прям соль. Угощает еще жареной рыбой. Тоже такой завтрак. Ну я еще с Нави привык, что Нави тоже ест на завтрак. Суп есть, не знаю, свинину. То есть у них нет такого, что там бутеры какие-нибудь. Или яйца. Они так не едят. А встают они так рано. Просто с рассветом на самом деле. Чтобы захватить максимально световой день. Потому что они не пользуются никаким электричеством. Единственный свет, который я у них видел, это солнечная панель. Которую мы же им подарили. Вот они начали включать вечером. А так просто... Ну я сам начал на Филиппинах на самом деле ложиться спать пораньше. И вставать примерно с рассветом, чтобы застать световой день. Так как тут светлеет и темнеет постоянно в одно время. То есть где-то в 5.30 там утра светлеет. 5.30 вечера темнеет. И как бы хочется застать побольше времени. И поэтому ложишься там пораньше. Часов 9, 8, 10. Я, кстати, спросил откуда вода эта. Они говорят, что из источника. Ну где-то источник из реки, короче. Так, еще одно задание. Нужно заточить нож. Видимо, я не очень это сделаю. Так работают профессионалы. Кстати, Икот это муж Лен-Лен. А это брат Икота. Он у нас работает на стройке. Команде, которая строит нам дом. Так, они предлагают мне покурить. Попробовать. Это, короче, табако и ломбой. Ломбой он у нас растет вон там у дома. А где есть табако? Табако? Или ты просто покупаешь? Да. Попробуй? Попробуй. Попробуй. Я, правда, не знаю, на ютубе это можно показывать или нет. Странно. Мальбор говорит. Кстати, другой сосед, вот он рядом живет в доме. Что примечательно, у них здесь нету совсем заборов никаких. То есть местные филиппинцы именно не строят никогда заборы. То есть у них все открыто, они к друг другу ходят. Ну вот так спокойно могут зайти друг к другу, кофейка там попить. Попробуй. Попробуй. Что значит? Ты очень так дует! Оуу! Мнеужда сделать супер панкейк. Панкейк? Попробуй, язваю панкейк. Что то правильно даже приготовить? время 8 утра дом я вам попозже покажу так как я в нем буду сегодня ночевать зачем я это делаю вы спросите меня заняться что ли нечем на самом деле просто хочется во первых ну показать вам как лишь живут образцы и филиппинцы во вторых просто новый опыт третьих отдохнуть от всяких гаджетов новостей электронных всяких вещей которые постоянно отвлекают которые забивают голову то есть чуть-чуть очистить мозг всего этого поделать больше что-то руками обратите внимание что за чашка navi принесла сюда кофе и не забрала чашку ставропольский край привет ставропольскому краю это мне подарил подписчик когда приезжал к нам на кофе они пьют растворимый в основном navi сделал блины видимо детям ходит с блинами бака решила со мной остаться тоже со мной сидит мы косим траву чтобы покормить корову корова кстати на местном языке бака как наша собака почему-то изичка ест эту траву действительно вкусная что ли так ну пойдем корова изя такая мелкая пристает корову да бака это настоящая бака хватит к ним приставать ты бака но ты не настоящая бака а здесь живет вроде мама лен-лен бабушка и еще соседи там я попробую напроситься к ним тоже в гости посмотреть что у них там смотрите еще у них здесь растет авокадо прямо на участке вон он висит но говорят он еще слишком маленький гамай это значит маленькие я чуть-чуть понимаю некоторые слова в их языке манга тоже здесь растет прям над домом вот манга взял сорвал на завтрак мусора не обычно сжигают просто потому что вывозить его некуда ну я вывожу на машине им если без машины то они вообще непонятно то есть в основном местные все мусора сжигают просто пластик не пластик дети в итоге играют вокруг нашего дома с юрчиком дети собираются в школу похоже он на подготовительную просто школу ходит основная школа попозже начнется школа на шоколадку как дождик собирается время 11 часов в это время они обычно отдыхают там готовят меня скоро будет на набит будем делать и отдыхают дома просто ну вообще в азии распространено что отдыхают днем спят типа дневной сон так как просыпаются очень рано после основной работы продается поесть отдохнуть и рабочие у нас ставишь в каком же графике и потом продолжают заработать до вечера манга собрали без меня играет пока ты тут и чё делаешь тебе везде нужно до везде залезть на офигеть я здесь стою не весь прям протекает курицы тут тоже прячется даже бак уже безразлично к ним относится раньше все гоняло как изи изичка это кстати тоже больше не гоняет надоело так периодически изя фу изичка еще одну курицу прикончила и нам приехал на таких машинах а это навин и родственники дядя моя пань бака фу-фу свои я шизер хэдхон а на из сенькс юрчик тебе там подарочек принесли тортик походу так время обеда говорят пора разжигать костер дрова немного намокли будет проблематично идет дождь свечой поможем разжечь потухлую большая ждем пока закипит вода и ждем дальнейших инструкций курицы так смешно прячется здесь хоть здесь и крыши но сюда заливает капец они кстати строят новый дом а пока здесь просто готовят байк тут хранится короче я заметил какую-то крышку как думаете зачем крышка я говорю для бутылки дагой для бутылки оказывается это вот так прикольно то есть просто из крышки такая штука и на байк можно поесть очень просто но эффективно я хочу филиппинский суп сделать принес недостающие ингредиенты вот это асайоте филиппинские овощи сайоте типа кабачка или цукини нашел совсем не не просто таким ножом чистить обычно не готовят там на столе но сейчас там дождь вот и основные ингредиенты и курицу стоит сейчас будем делать суп погода налаживается отлично и нам тем временем там что-то привезли материалы да в прошлом году мы купили тут на острове участок построили дом и сейчас мы достраиваем еще одну комнату и веранду наши соседи помогают по хозяйству на данном участке а наш сын юрчик играет вместе с их детьми заметил что очень некомфортно здесь находиться когда идет дождь все становится мокрое протекает я думаю еще наведаться к соседям и посмотрим как они живут что делают но попозже петух возмущается братишку костер закинули такая жизнь убираем пенку это дым глаза щипет постоянно нелегкое это дело на костре готовить а это кстати кокосовая скорлупа используется для как угли я слышал кали для кальянчика угли тоже делают из кокоса так и это то что я утром сорвал это тоже входит в суп так дети со школы вернулись бака хорош заценим супчик хороший супчик на костре супчик на природе особенно хорошие интересно конечно что они едят здесь кто как ну в разнобой один тут ест и кот пошел домой есть лен лен взяла пошла своей сестре в соседний дом у нее как сестра там соседнем доме ей туда понесла суп вообще мы поставим до такой хаос происходит твою нет бака for milk or for meat юит бака я пытаюсь объяснить спросить зачем им нужна корова но не получается спросить я просто вижу постоянно корова не заботится типа не вот столько но не понимаю зачем то что молоко они не пьют корове короче разобрались корову нужно чтобы ее вырастить то есть маленького коровенка вырастить ну и на продажу короче взрослую корову можно продать за 65 тысяч ну и вот раз в несколько лет можно так заработать типа а кто-то купит ее не ради молока наш молоко они не пьют корове ради мяса только корову они просто употребляют пищу молоко который мы покупаем обычно из австралии либо новозеландская здесь вообще его не производят не пьют так откроем помело как этим ножом лет так выглядит помело немного грейпфрут напоминает что-то они ржут ржут надо мной короче все забору резать не надо надо просто очищать иначе горько горит будет попробуем такое видим еще не созревшим может не до конца кислый грейпфрут и так вот мы и пришли заглянуть другим соседям которые находятся дальше то есть идет лен-лен потом бабушка а потом вот этот дом здесь живет девушка с двумя детьми с девочками то есть у лен-лен два мальчика а тут две девочки тоже маленького возраста вот хозяйка посмотрим что они сегодня готовят рыбку кстати моя любимая рыба milk fish национальное блюдо филиппин синеган суп ребята тоже только построили вот такой навес они делают кухню себе удлиняют у них здесь сад здесь очень классный порядок чистота красота очень все скромно но приятно находиться так и костер уже лен-лен здесь тоже помогает лен-лен успевает везде на десерт самая большая но это все объясняет филиппинцы очень любят десерты знаки под affairs сled it sweet potato southД Champion подачаство казава близко мы ничегоожui детишки тут уже более продвинутые в телефоне сидят Юрчика подружки лучшие Черный, господи, ты что? У тебя воды нет? Ты что, ты мне репутацию какую создаешь? Я ждал вам воды сегодня И еду, и воду Вы тут попрошайничаете Как будто я вас не кормлю Кстати, рыбу и многие другие продукты Здесь вот именно филиппинцы Они их покупают просто То есть не ловят сами Есть разные филиппинцы, которые именно И тоже ее сами ловят Ну, это в всяких рыболовных уже деревнях И так далее Здесь просто работают обычно То есть вот у нее супруг работает На стройке, по-моему Или дороги делает И еду просто покупают Ну и плюс свое хозяйство здесь Типа какие-то фрукты, овощи Нас пригласили к столу Отведать еды Моем ручки вот здесь Иди туда Нави уже ест В итоге вот синий ган Жареная рыбка Юля, как обычно, рыбу не хочет Хозяева постоянно стоят Стесняются всех, накормят и стоят Все, готово Зачистили Давайте я вам покажу дом Так, заходим Тут два входа у нас Здесь у нас кухня Юития Это, да, они здесь едят Баннеры И здесь у нас кухня Это девушка Традиционная гейма Традиционная гейма Это филипинская мебель традиционная Здесь окно большое Система Это очень традиционная филипинская комната Выходи ко мне ооо, наиви так, и посмотрим комнату Юрчик уже здесь смотрит кстати, дети с телефонами и поэтому они по-английски говорят уже мне кажется да, мы спросили все разрешение мы на самом деле за день договорились мы вчера договорились спросили разрешения чтобы даже чуть-чуть подержали здесь спят, да филиппинцы, все местные в основном спят на полу, то есть стелят матрас просто да, эта девушка она очень педантичная и это не только потому что мы пришли я сколько раз здесь с ним проходил у нее всегда так супер порядок чуть ли не по цветам у нее разложены все аккуратно сложены фотографии награды всякие со школы у детей и с этой стороны вот так выглядит дом постиранные вещи чисто здесь прям и курятник курочки просто четко сидят тут даже у куриц здесь супер чистое смотрите короче здесь ну прям вот филиппинский супер стиль супер традиционные все такое такие плетенки растения везде цветочки посажены какао растет у них смотрите какао бобы они наверное еще не готовы я видел как они какао что-то с ним делают обрабатывают короче делать шоколад или еще что-то но не сейчас когда наверное сезон этого какао весь душ туалет тоже так здесь сушатся пальмовые листья наверное на дрова и здесь просто пустой участок с коровой и туда вот дорожка идет и эта дорожка представляете я когда мы землю только покупали мы ходили туда что-то спрашивать и мы далеко далеко туда шли и вот так домики вот такие везде стоят ну прям бесконечно можно туда идти вниз и будут вот такие домики местные это очень интересно когда-нибудь я сделаю может и такой тур пальмочки пошли вот такую ловушка ой не ловушка вернее а домик не сушки высиживает яйца в этой штуке чего бака ты какая злая уйди отсюда бак уйди вау ты бесплатный уйди вы там близко Пака, уйди! Пака хочет играть с тобой Он любит играть Она думала, что ты здесь играть Оценки? Пятерку принес? Хорошо, язычки нет Это выглядит как панапол Как собирают манго Просто трясут дерево И оно падает Катана просто какая-то Как они режут Манго топовое Сладкое Есть много видов манго Сладкое, кислое Вот этот вид, который дешевый Более дешевый, красный Типа яблочное манго Фрукты Это типа снаки считаются Ну как перекусы между Обедом и ужином И рабочие постоянно приходят И едят эти снаки Манго, кокосы, не знаю, что-нибудь Потому что ее мужа брат работает Тоже на стройке Типа у них тут такой Коннекшн образовался И они приходят постоянно сюда На кофе, на снаки Сейчас мы сделаем кое-какую штуку Из бамбука Сейчас, увидите, будет весело Я, короче, хочу, чтобы Мы сделали два изделия Одно и кот сделает А одно изделие я хочу сделать Повторить за ним, попробовать Так, нам нужно две палки Теперь у нас есть две палки Сейчас все увидите Будет супер шоу Так, отрезаем сучки Самое важное, палец не отрезать Остальное мы можем пережить Убираем засечки Чтобы гладенько все было Пилу отрезаем Ровненько Пила у нас одна Поэтому По очереди Отрежем Я, я Я, я, я Хотел тупой стороной отрезать Это было не свое Опа Чуть баки нос не отрезаны Она просто мучает Я, короче, выяснил, что ее мама просто Я пытался ей коду объяснить на английском, а она подошла и перевела все. Она, кажется, говорит по-английски. Они многие стесняются еще говорить. А дети многие знают английский, потому что мультики смотрят, а они все на английском в основном. Так, помощница, отлично. Так, делаем дырочки. По пальцу, как бы, не по пальцу. О, вот. Большое, походу, слишком не сделал дырку. Вторая попытка будет. С моей небольшой загвоздки выходит. А, она сквозная должна быть. Все правильно. Гвоздем, закрепим. Ура! Все, такая филиппинская игра. Кстати, не только филиппинская, по-моему, у нас тоже такое есть. И кот покажет нам, как надо. И кот может в футбол играть. Это нереальный чудо. Слушай. Ага. Слушай. Шаксман. Хилубь. Нахинает. Ура! Может, ты Comes постановлен? Может, в три senses маме? Может, ага. Ну failed sytu supporting. Может, ему только у него стал один. Что, Юричка, тоже хочешь? Не так легко. На, ты пошел. Я испугался. И кот опять что-то мутит. Бака, Бака, уйди. Бака думает, ей кокосы разрезают. Не тебе это. Кокосы любят тоже. Бака, дай пятюню, пятюню. Пятюню, да? Молодец. Бака, сидеть, сидеть. Лапу дай другую. Молодец. Бака единственная здесь, кто русский понимает. Ну и Юрчик. Давайте проверим, Юрчик. Юрий, дай лапу. Другую. Другую. Так, что это? Нончаки. Так, это игра еще какая-то. Бесплатные шлепки. Другую. 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 Так, Юрчик тоже пробует. Ооо. Вот так, между пальцами. Ха-ха-ха. Здесь этот вылез поднимет. Не. Окей, let's go. Ха-ха-ха. 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 Хозяюшка здесь сделала десерт еще нам. Ицой каша. Сладкая каша. Нави к нам пришла, конечно же, на десерт. По запаху чувствует. Ура! 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 Так, ужин пошел у нас. Мы готовим ужин. Рыба. Так, и все просто вот так кладем и ждем. Любишь поесть? Люби и посудку помыть, как говорится. Под дождем. Так, мы пришли к бабушке Лен-Лен. Тут кто-то играет. Это, кстати, самодельные укулели. Handmade. Бабушка умеет играть, хорошо? Комната. Тут даже две комнаты. А здесь другие соседи. Цветочки растут. Воняет. Воняет. Ну, чистая гигиена. Юрчик уже пошел опять туда. И я пойду ночевать. Мы прощаемся с Нави. Мы, кстати, ни разу. Сколько мы? Мы пять лет вместе с Нави. И мы ни разу не ночевали раздельно. Все для вас, чтобы получить новый опыт и передать. Доброе утро. Доброе утро. Пока-пока. Я буду ждать тебя. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А, ну я еще с Читиро, чаек возьму. Да, Юрчик там надо будет забрать. Что интересно, на Филиппинах темнеет. Просто как будто кто-то рубильник отключил. Я им предложил ночевать здесь у нас. Хоть дома, хоть в паяке. Вот с Нави на семья у нас в беседке спала. Им так комфортно было. Хоть в строящейся комнате. Но они сказали, не, мы поспим у бабушки. У бабушки там дополнительная комната. Так, Юрий, ты что ты делаешь? А? Ты? Восхинь? Восхинь. Клини. Клини. Вот, для меня даже помоют. А, окей. Говорят, капает. Типа, что там спал в углу. Юрчик, ты что еще не дома? Бака, ты что, со мной будешь спать? Да, будешь греть меня, да, бабка? Ты чушь как грязная. Как с этим быть? Что мы будем с этим делать? Свинина. Все, готов я спать. Я никогда в таком месте не спал. Возможно, меня затопят. Комары закусают. Ну, в случае чего, я пойду домой. Ну, попробуем. Очень интересный опыт. Прям, хоть R&B такой создавай, чтобы в таком доме поспать. Кто хочет в таком доме поспать, напишите комментарии. Я вообще человек непривередливый, но сегодня реально устал. И, знаете, грань такая какая-то стирается. Ну, вот все познается в сравнении. Я раньше думал, когда жил в России, мы довольно-таки бедно жили. Кто видел, как я ездил в Астрахань, видели нашу квартиру, хрущевка. Но по сравнению с тем, как здесь люди живут. Там понимаешь, что, возвращаясь в прошлое, что мы просто шиковали, жиры бесились. Даже там, если взять какие-то, не знаю, 90-е годы, не знаю, голодные годы. Но я, правда, это плохо помню. Я был маленький. Все познается в сравнении. И это опыт, реально, который приземляет обратно, дает представление, как еще бывает. Короче, не знаю, что я несу. Пойдемте. Добро пожаловать. Давайте устроим рум-тур. Это спальня. Это зал. Это кухня. Это сразу все. Кстати, они едят обычно прямо здесь на полу тоже. Пока другое укрытие не построили. То есть полы здесь такие бамбуковые. Прогибаются прямо, когда наступаешь. И дыры есть. Столик вот такой выдвижной. Крест везде. Да, Филиппинная. Единственная, по-моему, в Юго-Восточной Азии страна, которая считается католиками. Здесь шкафчик. А, это беременная курица. Здесь яйца высиживает, походу. Ой-ой-ой. Так, ну и здесь этот. Окошечко будем завтра рассвет крутой смотреть. И сидушечка. Ну что еще вам сказать? Все хорошо. Пока. Мне кажется, когда все уйдут, будет немного страшно. Когда я останусь наедине с собой и природой. Ну, может, и черный еще. Да? Да. Черный, ты меня осторожить будешь так? Так. Довольный, довольный. Лем-лем для Изи. Постелила. Закрыли курятник этот с яйцами, чтобы Изи туда не забралась. Так, ну пока рано. Здесь у нас вечерние посиделки. Рабочие тоже пришли посмотреть кино. Погреться у костра. Так. Ну все. Я готовлюсь ко сну. Юрочка отправил домой. Пойдемте. Фонарик на экстренный случай. Надо ворота закрыть. Надо залезть под скамейку, говорят. Я в мешок еще залезу. Ладно. Надеюсь, увидимся утром. Упокойно. Ну вот и пять утра. Пора вставать. Курицы почему-то сюда ко мне зашли. Черные здесь. Чернышенко. Доброе утро. На самом деле светло уже. Мое бунтадо. Как спалось? Нормально. В общем, спалось хорошо. Какое-то время я не мог уснуть из-за непривычки. То комара укусит, то бамбук в бочину упрется, то кузнечик какой-то ржет. Но в итоге я заснул и проснулся уже в пять утра. Вот. Просто долго не мог уснуть. Все. Пора домой. Попрощаюсь и пора возвращаться. Соскучился уже по семье. Вообще начинает просыпаться уже в пять утра. Мой бунтад. Это я. Я сплю. Хорошо. Пошел домой. Спасибо за свою опыт. Все. Я пошел. Я к ним вернусь чуть позже. С сюрпризом. Смотрите, кто здесь меня встречает. Пака, ты меня не могла найти по следу. Ты меня потеряла. Кисичкин. Здравствуй. Кисичкин. Доброе утро. Юрчик даже и не понял, что я уходил. Думал, я там спала с ним. Здравствуйте, блага цивилизации. Цивилизации. В общем, ребята, я проникся в их историю. И хочу сделать небольшое пожертвование, подарок. Вручить 15 тысяч песо на постройку дома. 20 тысяч. Для материалов. Нет караоке. Нет. Телефон. Нет. 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 Будем реконструировать здесь. Спасибо. 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 Пойдемте к другим соседям тоже сделаем сюрприз. В общем, я проникся их историей и хочу немножко поддержать, чем могу. Но у меня нет в этом видео никакой рекламы. Ничего. Я вообще хайфа жертвовал бы хоть все деньги с рекламной интеграции. У меня нет рекламной интеграции. Поэтому чем могу, но помогу. Донейшин. Донейшин. Для тебя. Для твоего дома. Для твоего дома. Спасибо, Том. Для твоего дома. С Новым Хрисмасом. Спасибо ребятам за гостеприимство, что так нас кормили, поили, показывали свои комнаты. У меня остались супер яркие впечатления. Было весело. Интересно. Классно. Я отдохнул от интернета. Я переосмыслил какие-то вещи. Ну, у меня просто переворот какой-то в сознании произошел. И я-то пока не знаю, что с этим делать. Но я думаю, это только к лучшему. В общем, они в итоге в шоке. Удивились. 15 тысяч мы дали Лен-Лен. И 5 тысяч этим ребятам. Лен-Лен больше нравится. У них там крыша течет. Такое. Вот им надо побольше материалов. Если вам понравилось видео, смотрите другие видео, которые вам предложил YouTube. Увидимся в следующей серии. esso мы не проверили все эти видео. Продолжение следует...